Микс Ньюс У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Утро на Болткоме» в студии Абик Элкин, Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. У нас уже есть гости в студии, у нас сегодня несколько иная программа, обзор прессы мы проведем несколько позже. Да, сейчас у нас в гостях госсекретарь МИДа Латвии Андрис Павдегович. Добрый день! Доброе утро! Доброе утро! Ну, понятно, основная тема, я думаю, наши радиослушатели тоже в курсе прошедшего недавно Варшавского саммита НАТО. Мы знаем о тех, пока не мере тех, кто следят за новостной повесткой дня, о тех решениях, которые были приняты. И из уст экспертов звучало даже слово «исторический». Как вы, вы это прокомментируете? Действительно, это так? И в чем, может быть, особенность от других саммитов? Ну, вы знаете, действительно, в некотором смысле этот саммит особый. Может быть, в первую очередь в том, что действительно на таком высоком уровне фактически принимаются решения о непосредственном укреплении безопасности нашего региона. Фактически, на этом саммите в Варшаве были подведены итоги двухлетней работы после Уэльса, после 2014 года. И принято решение о направлении многонациональных военных групп, о создании военных групп в странах Балтии и в Польше. Безусловно, для нашего региона в этом смысле действительно сделано важное решение, которое, как нам кажется, укрепит общую безопасность нашего региона. Фактически, впервые на таком коллективном уровне принимается решение о направлении этого ограниченного контингента в наши страны. То есть, с этой точки зрения, действительно, этот саммит очень важный. Решение серьезное, решение выверенное, как нам кажется, пропорциональное. Нам кажется, что это решение, к сожалению, продиктовано теми событиями, которые мы наблюдаем на Украине, в Украине последние два года. И те, скажем так, агрессивные действия со стороны России в отношении Украины, они нас, в общем-то, принуждают думать более, скажем так, более последовательно в отношении укрепления нашей собственной безопасности. И, конечно, решение о создании вот этих батальонов в странах Балтии и Польши – это особый, скажем, шаг. А вот прозвучали такие цифры от 600 до 1000 военных в каждой из этих четырех стран. Вот на ваш взгляд, или на взгляд Латвии, это много или мало? Потому что кто-то говорит о том, ну что такое 600-1000, другие говорят о том, что это очень значимо. Почему именно такое число? Это вот возможности каждой из стран принять именно такое число, или это возможность каждой из страны, которую нам будет присылать солдат, их здесь разместить? Это тоже ведь расходы немаленькие. Ну, вы знаете, я думаю, все-таки в первую очередь акцент мы ставим на то, что это коллективное решение. Это не какой-то, скажем, контингент одной конкретной страны, а это операция, в которой будут задействованы порядка дюжины государств. То есть в этом смысле принцип мушкетеров – один за всех и все за одного – он осуществляется на практике. Что касается состава и, скажем, количества, ну вы знаете, естественно, что это решение, оно в первую очередь обусловлено, скажем, уровнем угроз, которые мы оцениваем. Мы не собираемся ни с кем, скажем так, конфликтовать, мы никого не собираемся никаким образом провоцировать, но мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наши планы по нашей, так сказать, обороне, по нашей защите, они, скажем так, соответствовали тем тенденциям, которые мы наблюдаем в нашем, так сказать, общем европейском регионе. Поэтому, ну это, скажем так, ну это впервые фактически в истории нашего региона и впервые за 12 лет ладвийского членства в НАТО мы будем принимать подобное, скажем так, военное формирование. Естественно, этот контингент, ну никоим образом не может представлять какую-то угрозу для соседних государств, будь то Россия, Беларусь или кто-то еще. Это, скажем так, единица, которая, безусловно, имеет определенную боеготовность, она, безусловно, имеет определенные, скажем, вооружения, но это не представляет никакой угрозы для соседей. А когда политики говорят о том, зачем нам нужны эти 4 тысячи человек, говорят о том, что нам надо сдерживать Россию, при этом сама Россия заявляет уже, в общем-то, неоднократно говорила о трех дивизиях, которые тоже будут размещены ближе к Западу, это 30 тысяч человек. С нашей стороны, это 4 тысячи, которые будут разбросаны по Прибалтске и Польше. Вы бы не могли нашим, может быть, самым сомневающимся радиослушателям объяснить, каким образом 4 тысячи натовских солдат смогут сдержать, если что, вдруг какая-то гипотетическая, ну совсем гипотетическая угроза, 30 тысяч российских солдат. Ну, я совершенно согласен, вопрос, может быть, кажется легитимным, но хочу подчеркнуть, мы воевать ни с кем не собираемся, тем более воевать с нашими соседями, тем более, скажем так, с ядерной державой, большой, великой страной Российской Федерации. А зачем тогда 4 тысячи? Ну, к сожалению, на этот вынужденный шаг нас подталкивает та, скажем так, непредсказуемость, в первую очередь, со стороны России, безусловно, незаконное присоединение Крыма, с нашей точки зрения, это беспрецедентный случай, безусловно, но совершенно очевидно, что вот эти вот тенденции, тенденции по сепаратизму на востоке Украины, они были, в общем-то, скажем так, раскручены при непосредственном участии и поддержке России. И, к сожалению, за эти два года, ну, мы видим, как сложно продвигаются минские переговоры, и как трудно происходит, так сказать, развязка этого украинского конфликта. Мы, безусловно, не хотим никоим образом какой-то гонки вооружения и какой-то эскалации, милитаризации, но мы видим, что действительно за несколько последних лет со стороны России были предприняты, ну, достаточно много таких, ну, скажем, с нашей точки зрения, агрессивных шагов. Хочу, может быть, радиослушатели это плохо знают, но буквально в 26 километрах от нашей границы, в Псковской области, в острове, восстановлена весьма внушительная вертолетная база ВВС России, где базируется порядка 60-70 атакующих вертолетов. Ну, это объясняется, почему Латвии и НАТО это делают, а зачем? Ну, что сделают вот эти 4 тысячи? Ну, для того, чтобы политически, так сказать, показать всем, что безопасность всего Альянса, она совершенно неизыблема, она неприкасаема, и, естественно, любые какие-то посягательства на территориальную целостность членов Альянса не останутся без ответа. Ну, мы знаем официальную позицию России, но вот один из аргументов, который Москва приводит, когда говорят, ну, вы же концентрируете сами силы, вот эти три дивизии и так далее, вот вертолетная база, они говорят, ну, вы же понимаете, что это вы приближаетесь к нашим границам, не мы к вашим, а вы к нашим границам, потому что там, где раньше не было НАТО, там оно есть. Ну, вот это как бы вот такой аргумент Москвы. Ну, вы знаете, я совершенно не согласен с такой трактовкой, ну, скажем так, возьмем наше государство, Латвию. Вот мы 12 лет были членами НАТО, Евросоюза, и до 2014 года, я бы сказал, что наши отношения развивались поступательно. В недалеком 2014 году у нас была сбалансированная торговля, торговый баланс, порядка 1,2-3 миллиарда евро, экспорт-импорт по обоим направлениям. И визиты были, и президента Затлерса, и решили мы вопрос по границе, решили мы многие вопросы, связанные с, скажем так, советским наследием. По всем вопросам, по туризму, по образованию, по транспорту, не знаю, борьбе с организованной преступностью, в общем-то, все развивалось достаточно неплохо. Не по нашей вине случилось присоединение, аннексия Крыма. С нашей точки зрения, не мы подогреваем вот этот вот конфликт на востоке Украины. Не мы, к сожалению, занимаемся такой достаточно оголтелой антизападной пропагандой, скажем, в отношении Евросоюза, в отношении НАТО. Но не надо демонизировать альянс. К сожалению, вот руководство России пару лет назад выбрало такую вот, такую политику. С нашей точки зрения, это достаточно печально, но учитывая, так сказать, наш исторический опыт, учитывая то, как с нами, как мы, скажем так, потеряли свою государственность. В 1940 году, учитывая то, как весь трагический опыт и Первой, и Второй мировой войны, ну, мы должны думать о собственной безопасности. И поэтому, с нашей точки зрения, ну, нет альтернативы нашей безопасности вне Евросоюза и вне НАТО. — Два года назад, когда в Ригу приезжала Ангела Меркель, когда наша интеллигенция писала ей открытое письмо, призывая поддержать размещение в Латвии базы НАТО, тогда Меркель, очень хорошо помню, сказала, что у нас есть договор с Россией, мы будем действовать в рамках этого договора. И этот договор не предполагает размещение новых баз ближе к российским границам. Этот договор уже потерял силу, он уже не действует, мы его уже не соблюдаем. Что изменилось за последние два года с тех пор, как Меркель говорил о том, что баз не будет, потому что есть договор? — Есть такой документ, он называется «Оснополагающий акт о взаимоотношениях НАТО и России», документ подписан в 1997 году. В 1997 году, когда казалось, что всё, так скажем так, достаточно безоблачно на нашем европейском континенте, когда отношения действительно развивались достаточно поступательно. В общем-то, на данный момент страны НАТО коллективно не отступаются от этого документа. В этом документе, если, так сказать, дословно цитировать, прописано, что не будут размещаться значительные, скажем так, группировки, и не будет восстанавливаться то, что было, скажем так, во времена Холодной войны, противостояние между Варшавским договором и странами НАТО. Действительно, на данный момент речь идёт о батальоне. Батальон — это максимум примерно тысячи военнослужащих. Это, скажем так, действительно очень символическая, скажем так, военная единица с точки зрения того, чем располагает, допустим, Россия буквально в непосредственных наших границах. Тут принципиального нарушения нет, но действительно хочу сказать, что своими действиями Россия в значительной мере подорвала то доверие и то, для чего подписывался этот договор, этот основополагающий акт о взаимоотношениях. Ну, скажем так, силовое применение силовых методов для изменения границ в 21 веке, ну, это беспрецедентный, по сути, акт на всём европейском пространстве. Безусловно, нас это очень, скажем так, ну, выражаясь обыденным языком, это нас очень напрягает. Это действительно очень серьёзный, серьёзный акт. Последствия, в общем-то, на протяжении последних двух лет были достаточно тоже драматические. И, безусловно, мы надеемся на дипломатическое решение, мы надеемся, что не будет новых витков эскалации. Хотя, вот даже вот эти выходные, как вы знаете, на Украине опять пролилась кровь, опять несколько военнослужащих погибли, десятки раненых, обстрелы и у Мариуполя, и в Донецке, и в Луганской области. Но это, к сожалению, лишнее подтверждение тому, что даже первый пункт Минских соглашений о прекращении огня выполняется очень-очень плохо. Вот, может быть, такие два аспекта. Во-первых, ну, как мы знаем, Россия говорит, что вот всё, что вы перечислили, это всё происходит за пределами Европейского Союза и НАТО. Это вот один аргумент. И второе, что касается Украины, создаётся ощущение, по крайней мере, вот у многих по звонкам наших радиослушателей, мы знаем с предыдущих эфиров, что вроде бы, если так можно сказать, НАТО или Европейский Союз, или вот эти страны нормандские четвёрки давят только на Россию, но Минские соглашения, как бы это, ну, по крайней мере, ещё и Украина. Безусловно, безусловно. Я, безусловно, согласен с тем, что это обязательства обеих сторон, и Украины, и Российской Федерации, и вот этих вот представителей, так называемых, сепаратистов. Безусловно, Украина участник этого процесса, безусловно, украинские представители подписали эти соглашения. И, конечно же, без Украины, без руководства... То есть работа ведётся? Работа ведётся, безусловно, со всеми сторонами. Никто, так сказать, ответственность не перекладывает, скажем так. Но, мне кажется, совершенно нереально отрицать то, что без участия России, без участия Москвы этот конфликт решить не удастся. К сожалению, конфликт, он даже не замороженный конфликт. Он по-прежнему в достаточно острой, скажем, фазе, фазе военного противостояния. Давайте принимать звонки 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. Присоединяйтесь. Вот только что был звонок, сорвался. Попробуйте ещё раз перезвонить. Пока вы пытаетесь дозвониться, вот ещё один вопрос, который хотелось уточнить. Также, когда политики ранее обсуждали вот этот основополагающий акт, говорили о том, что... Там говорится о том, что нельзя размещать постоянные базы. У нас вроде как бы были не постоянно, у нас была ротация. А те солдаты, которые приедут в 2017 году, они будут на каких-то других условиях здесь размещены? То есть они ведь тоже наверняка будут меняться? То есть полгода, потом ещё какая-то смена. В чём принципиальная разница? Ну, вы знаете, принципиальная разница... Я думаю, что если брать исторический экскурс, во времена Холодной войны на территориях, скажем, стран Варшавского договора или стран НАТО, создавалась очень такая основательная военная инфраструктура, создавались полковые дивизионные соединения, создавались целые военные города со своей, так сказать, инфраструктурой, снабжением и так далее, и так далее. Ничего, так сказать, подобного мы восстанавливать не собираемся. То есть не будут размещаться на десятилетия, я не знаю, и так далее какие-то такие вот рецидивы времён Холодной войны. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эти, скажем так, наши партнёры военные, они в первую очередь сюда приезжали тренироваться, улучшать, так сказать, свой опыт взаимодействия между... Поскольку это многонациональные структуры будут представители нескольких государств, канадцы будут, скажем так, костяком этого военного соединения, но будут представители и других европейских стран. И, в общем-то, они будут обкатывать свои навыки военных, военных, так сказать, военного взаимодействия. Это не будет, скажем, таких каких-то баз в классическом понимании. Вот, может быть, кто-то помнит, в советское время в Латвии было более 40 тысяч военнослужащих размещено. Были аэродромы, вплоть до ракетных войск здесь присутствовали, подводные лодки и так далее. Ну, такой вот инфраструктуры, естественно, не будет. И поэтому, мне кажется, что, во-первых, не будет нарушения вот этого основополагающего акта. И мне кажется, что нет оснований для беспокойств, скажем так, общественности и военно-экспертного сообщества соседних государств. А давайте все-таки попробуем принять звонок. Надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Для действия обратно у меня знакомый в Лилварде строил себе дом для продажи. Я задал вопрос ему, слушай, ну ты кому продашь? Это далеко вообще, и затраты очень большие были. Так вот, 10 лет обратно он мне сказал, что здесь будет натовские войска, их будет очень много, и обязательно какой-то военный американец у меня его купит в этот дом. У меня такой вопрос. А вот при новейших технологиях, информации, интернет и так далее, как вы думаете, возможно ли вот такое вот вторжение, как Вторая мировая война, вот тупо пошли войска и начали бомбить? Неужели? Тогда не было связи такой. Люди не могли моментально объединиться, сообщить друг другу, что вот какие-то зеленые человечки ходят или еще что-то. Ну вот действительно готовимся так, вот как будто вот Вторая мировая. Технологии-то вперед шаг надо делать. Может, это другую войну надо делать. Спасибо. Спасибо большое, да. Вот есть всякие разные прогнозы экспертов. Кто-то говорит о технологической войне, ну то есть когда вообще не нужно территорию пересекать. Есть разные другие способы, как мы знаем. Ну вы знаете, вопрос такой достаточно гипотетический. И естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы никаких рецидивов не только локальных, но и мировых войн, не дай бог, не повторились. И в общем-то, в целом наш регион, наш прибалтийский регион, я бы сказал, в европейском контексте, может быть, остается одним из самых безопасных. И мы очень надеемся, что так все и останется. Если сравнивать нас, скажем, с Балканами, если нас сравнивать с некоторыми регионами Юга Европы, Украину, Грузию, Молдову, мы уже немножко упомянули, наш регион отличается здесь стабильностью и безопасностью. Но, конечно же, мы наблюдаем и отслеживаем те тенденции, которые происходят в России. И нас, безусловно, беспокоит то, что, в общем-то, такой ведущей идеологией, я бы сказал, последние несколько лет становилось такое активное антизападничество, временами переходящее, я бы сказал, в такой великодержавный неоимпериалистический шовинизм. Это нас тоже, конечно, беспокоит, поэтому мы, в общем-то, выбрали своим курсом активное участие во всех европейских проектах, включая Евро, и участие в том числе в Североатлантическом альянсе. Я бы сравнил это с, скажем так, страховкой от пожаров и наводнений и от всех других возможных гипотетических бед и ненастей. Это, безусловно, не какая-то панацея, безусловно, я согласен со всеми теми и политиками, и экспертами, которые считают, что диалог с Россией необходим и общение с коллегами из российского МИДа, оно необходимо. Кстати, безусловно, и общение с представителями российской общественности необходимо. Буквально через пару часов в МИДе буду принимать несколько десятков первокурсников из московских вузов, которые сюда к нам приехали. Безусловно, надо общаться, особенно, я бы сказал, с молодым поколением, которое, может быть, ну, скажем так, меньше знает историю и поэтому, может быть, недостаточно хорошо понимает наш регион. Но, конечно, скажем так, мы сможем более расслабленно смотреть на эти вопросы, когда нам удастся совместными усилиями развязать вот эту вот конфликтную ситуацию в Донбассе. По поводу первой части последнего звонка, насчет экономического аспекта. Очень часто говорят о том, что, ну, может быть, можно как-то заработать на присутствии войск НАТО, все-таки надо обеспечивать инфраструктуру, кормить их чем-то, не знаю, одевать, обувать. Будет ли у латвийских предпринимателей шанс как-то участвовать в этих закупках? Или все, что им нужно, они будут привозить с собой, включая продукты питания, например? Ну, более подробно, наверное, на этот вопрос могут ответить наши коллеги из Министерства обороны. Они непосредственно сейчас заняты такими техническими переговорами. Но исторически такой опыт поставок у нас был, особенно во время операции в Афганистане, когда наши поставщики и продукции, и различных напитков, и продуктов питания участвовали в подобных тендерах, и достаточно успешно. Безусловно, какой-то экономический аспект это тоже создаст. Безусловно, совместная работа, совместное участие, оно будет способствовать, ну, скажем так, еще более подробному ознакомлению по поводу возможных сфер сотрудничества между нашими странами. Скажем так, я уверен, что канадцы намного глубже, так сказать, узнают наш регион, возможности тех же наших специалистов в области информационных технологий, компьютерщиков. Безусловно, какой-то эффект от этого может быть, и это только поможет еще больше, так сказать, сплотить не только военное сотрудничество, но и экономический контакт. Давайте еще звонок. Да, еще звонок, надевайте наушники, доброе утро. Доброе утро. Вот ваш гость только что сказал две такие фразы, которые я хотел бы по нему два вопросика задать. Первый вопрос такой, вы сказали, что район Прибалтики, балтийских стран, самый спокойный в сравнении там с югом, с Украиной и так далее. А скажите, пожалуйста, а Балканами, а скажите, пожалуйста, почему все-таки прям в Прибалтику 4 тысячи вонят военнослужащих с разных стран, а не в страны Балкана? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы как плюс нашему МИДу ответили, что они там сегодня будут встречаться со студентами. Может начать с детского садика еще. А почему не с Госдумой депутатами встречаются, а со студентами первого курса? Спасибо большое. Ну, что касается первого вопроса, хочу напомнить, что военнослужащие НАТО, они находятся и на юге, и на южном фланге. Ну, конкретный пример может быть Турция, где расположены дивизионы ракет Патриот, и которые охраняют, помогают охранять, это голландцы, это немцы, американцы, которые помогают охранять воздушное пространство Турции от, скажем так, возможных каких-то воздушных атак со стороны воюющих сторон в Сирии. Есть и другие примеры в Италии и так далее, и в Румынии есть представители натовских, так сказать, военных структур. Что касается второго вопроса, ну, что касается молодежи, то мне кажется, что молодежь действительно особо не стоит нам забывать, поскольку они, так сказать, им жить, и, безусловно, надо инвестировать в будущее. Что касается депутатов Госдумы, то, может быть, это не совсем такая публичная информация, но со стороны нашего Сейма несколько месяцев назад было направлено пригласительное письмо депутатам Думы, депутатам Федерального собрания, которые сформировали группу по сотрудничеству с Латвией. На данный момент, как вы знаете, кто-то, может быть, не знает, в России достаточно активно уже развернулась предвыборная кампания. Ответ российских думцев был такой, что у них, по-моему, 18 сентября выборы, и после выборов они готовы посетить Латвию. Но что касается меня лично, неоднократно общался с депутатами во время своего последнего визита в Москве. Виделся я с представителями российского парламента. Считаем этот диалог достаточно необходимым. Никаких тут я не вижу причин для необщения. А есть какие-то индикации, что может в обозримом будущем возобновиться работа межправительственной комиссии? Что касается межправительственной комиссии, то мы, в общем-то, работу как таковую не прерывали никогда. Комиссия, она такая достаточно многоплановая. Там есть рабочие группы, допустим, по транспорту. И министр наш по транспорту, Аугулы, буквально недавно встречался с министром Соколовым. Есть рабочая группа по гуманитарным вопросам. У нас есть механизм межмидерских консультаций. Буквально директор департамента Вилл Маркс Ханинч. Пару недель назад был в Москве, общался со своим коллегой. То есть, ну, не было у нас на протяжении последних полутора лет, может быть, такой развернутой встречи с участием сопредседателей. Но на рабочем уровне мы общались и продолжаем общаться. То есть, диалог не прерывался. Как, на ваш взгляд, на диалоге скажется смена посла России в Латвию? Вы знаете, ну, это такая тема, которая... Я пока не хотел бы комментировать слухи и комментировать официально неподтвержденную информацию. На данный момент российская сторона нас не информировала официально, скажем так, в письменном виде, с запросом кандидатуры нового посла. Поэтому... За Агриманом не обращалась. За Агриманом пока не обращалась. Поэтому я все-таки, как официальное лицо, не хотел бы вдаваться в какие-то догадки и спекуляции. А давайте еще звонок примем. Надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Говорите. Не могли бы прокомментировать агрессию НАТО по отношению к Ираку, потому что, в общем-то, причина была надуманная. Это раз. А второе, размещение ракет на границах, противоракет на границах с Россией. С самого начала России комментировалось, как ракеты, направленные на Россию. И, в общем-то, сейчас выясняется, что именно так оно и было. Прокомментируйте это тоже, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, что касается первого вопроса, хочу напомнить, что НАТО не участвовало в агрессии против Ирака. Абек вначале задал вопрос, чем этот саммит отличался от других саммитов. Ну, действительно, по-моему, это был 2004 год, Стамбульский саммит НАТО. Я скажу честно, не самая была приятная тогда атмосфера в зале, поскольку мнение стран-членов НАТО достаточно разделилось. Были страны, ну, скажем так, Франция, Германия, которые очень скептически относились к этой операции. Ну, были страны Великобритания, США и некоторые другие союзники, которые заняли более, скажем так, активную позицию. Поэтому это не совсем достоверный факт. НАТО не участвовало в операции в Ираке, если имеется в виду операция, в результате которой был свергнут Саддам Хусейн. На данный момент мы пытаемся при помощи НАТО помочь вооруженным силам Ирака восстановить свою территориальную целостность и бороться с так называемым исламским государством. Второй вопрос был... По поводу системы ракет, видимо. Ну, имеется в виду, наверное, элементы противоракетной обороны, которые размещены в Румынии. Да. Ну, что касается НАТО, то НАТО этот проект поддерживает. И, как известно, он с нашей точки зрения направлен исключительно на возможные, так сказать, программы по созданию баллистических ракет со стороны Ирана. Ядерную программу нам удалось, так сказать, иранскую приостановить, изменить. Но, так сказать, ракетные технологии Иран по-прежнему развивает. И поэтому этот элемент с точки зрения безопасности Европы, он необходим и математически, и с точки зрения вооружения. Ну, в российской стране неоднократно было продемонстрировано и доказано, что эти установки, они не представляют угрозы для безопасности Российской Федерации. Еще звонок примем. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Уважаемый господин Павел Дыгович, Вы говорите, что силовое изменение границ в Европе без прецедента случая, между прочим, Югославию-то разбомбили, не просто такая степень агрессии, а потом от Сербии кусочек оторвали. И бывший канцлер ФРГ Федер сказал, да, я нарушал международное, я сам слышал это, международное загадательство, когда бомбил Югославию. Так что, вот. Второй вопрос. Значит, зачитываю. Статья 138, пункт 2 Украинской Конституции. К ведению Автономной Республики Крым относится организация проведения местных референдумов. Случился государственный переворот, и Республика Крым воспользовалась этим правом. Если вы скажете, что там с автоматами, ну, там были вежливые люди, то и мы, Латвия, вышли из Советского Союза, несмотря на то, что здесь были войска. И во многих, так скажем, будем говорить, других странах они независимость свою объявляли. Так что я не вижу здесь ничего того, о чем вы говорили, за исключением того, что 5 миллиардов долларов потратила Америка на организацию государственного переворота. И очень удобно говорить, что НАТО не участвовало в Ираке, а Америка это уже как бы не НАТО. Спасибо большое. Времени у нас, к сожалению, немного. Как можете прокомментировать? Ну, что касается НАТО, то хочу еще раз подчеркнуть, в НАТО все без исключения решения принимаются единогласно. Любое из государств, даже самое маленькое, может заблокировать любой вопрос. 28 государств голосуют, и такие случаи имели место. И в Ираке в 2004 году конкретно Германия и Франция были против, и поэтому НАТО в этой операции не участвовало. Что касается Балкан и, скажем, нашей страны, хочу напомнить, что, так сказать, бракоразводный процесс между Латвией и Советским Союзом проходил порядка двух лет. Были голосования в Верховном Совете, были очень сложные переговоры, переговоры на разных уровнях. И все это мы старались делать максимально без пролития крови и без каких-то военных угроз. И слава Богу, что это все удалось решить подобным образом. На Украине все произошло совсем по-другому. Как вы знаете, уже порядка 10 тысяч человек погибло. Мы знаем вот этот вот проект, так называемый Малороссией, который раскручивала, скажем так, Российская Федерация. И мы видим, чем все это обернулось. На моей точке зрения аналогии не совсем уместны. Что касается Балкан, бывшей Югославии, как мы знаем, ситуация там тоже протекала совсем по-другому. Была гражданская война, была война между Сербией и Хорватией. Потом был достаточно кровопролитный геноцид в отношении косовцев. Косовцев тоже все это продолжалось месяцами. Безусловно, что Запад и Европа не могли так спокойно, так сказать, наблюдать за тысячами беженцев. Порядка несколько десятков тысяч погибли во время этой балканской мясорубки. И хочу напомнить, что ни Италия, ни Германия, ни США не присоединяли себе никакие территории. Да, произошел распад югославского государства. Но, очевидно, в большой степени по вине тогдашнего югославского руководства, сербского руководства. Но территориально ни одна из стран, так сказать, из-за этого распада не приобрела. В случае России и Украины, ну, к сожалению, произошел совсем другой случай. А, к сожалению, время первой части нашей передачи подошло к концу. Нам пора прощаться с нашим гостем. Напомню, что в гостях у нас был госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдугович. Спасибо, что пришли. Спасибо.